дорогие друзья я вас приветствую сегодня я буду говорить с вами про антидепрессанты кто такой чтобы говорить об антидепрессант его сч yang говорить и антидепрессандом парах и психолог они врачи то чтобы говорить о фармакологии но я с вами поговорю об антидепрессантов с той точки зрения что они делают внутри психики человека как они работают с топ кто как я это вижу конечно же и дам вам возможность попробовать виртуальных антидепрессантов как вот это ощущается поэтому вы можете даже заранее подготовить свою какую-то апатичную депрессивную подавленную историю либо историю которая связана только с депрессией кстати когда принимают антидепрессанты антидепрессанты в общем что это такое вы как минимум на обывательской с обывательской точки зрения вы понимаете вот их принимает когда человек находится в депрессии то есть когда человек с любым своим намерением с любым своим желанием которое проецирует свое будущее получает ответа они судьба они по бессмысленно а просто бессмысленно даже даже его пробовать его вот вообще как бы идти думайте все безнадежно все бессмысленно я ничего не получится не судьба и либо другой вариант например более тревожный вариант или психостенический или это невра стенический вариант или вариант с зависимостями или зависимостями когда все то что там я считаю важным рухнет если уйдешь ты если тебя не будет то тогда рухнет сломается исчезнет все абсолютно все что не представляет для меня ценности меня впереди будет ждать выжженное поле пепел и никакого смысла я буду доживать вот например при созависимости до замените здесь человека на наркотик не разницы никакой на на работа гали там секса галию труда гали что угодно замените вот без тебя я буду сталкиваться с таким ощущением жизни что это просто от и я не хочу и тогда мы используем любого человека как триггер как просто источник наших тех же самых серотонин дофамина эндорфинов так вот в таких случаях могут прописывать антидепрессанты вот что же происходит с человеком который вдруг начинает принимать эти антидепрессанты с ним происходит интересная штука в этот момент голоса этого человека внутри его это вот эти несмелые голоса а может быть а я хотел бы а вот а вот если я пойду туда а вот это а может быть жизни кончится вот эти вот несмелые голоса которые до этого пищали они вдруг начинают крепнуть они начинают обретать весистость такую плотность человек такой начинает постепенно шаг за шагом внутри ощущать что в общем то эти голоса стали какими-то такими достаточно основательными он словно стал способен в эти голоса верить он способен на них опираться их не сдувает ветром вот эти вот все да еще серьезно что у тебя там получится их не сдувать теперь ветром они как вот остаются опорой какой-то вдруг после приема антидепрессантов магии то особо никакой не происходит кроме того что мои голоса вот мои вот мысли фантазии картинки образы все мечталки мои они просто вот как будто бы окрепли я вам напомню маленький ребенок который только приходит в этот интересный огромный непонятный сложный взрослый мир он не может просто так взять и сказать вот я хочу вот этого я сделаю реализую в своей жизни вот это вот это вот это он не может ребенок просто так взять это и сказать то что он про мир то не понимает и более это мир взрослых людей и там очень строгие бывают взрослые и тогда ребенок может обрести силу своего голоса только лишь после того как сзади большое сильный взрослый но конечно какой кто-то из родителей мам папа или лучше оба скажет ему у тебя получится получится я с тобой пробуй ты конечно сможешь 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 все получится все давай иди пробуй нормально я здесь я здесь и вот в этот момент все голоса ребенка внутренние все вот эти хотелки желалки устремления вот тогда они обретают силу потому что сзади сзади потому что у нас по иерархии наши родители стоят сзади наши дети спереди поэтому я говорю сзади сзади когда появляется вот эта сильная большая опирающая на себя там дающий опору фигура вот тогда голоса ребенка так происходит становление ребенка они обретают плотность и ребенок учится на них операции вот если этого взрослого не случилось либо у вас был вы знаете что он был и любящий мамы и папа любящий заботливой но они были сломлены вы даже могли этого не замечать что у них у самих этого не было откуда вы это возьмете они могли говорить слова но и слова могли быть пустыми потому что внутри эти люди сами сломались отношении своего про со своего будущего и поэтому вы могли не получить этого изначально так вот вот этот человек который употребляет антидепрессанты он подобен ребенку которому вдруг поставили за спиной такого взрослого который вот дает эту опору который вот этот идеальный взрослый которого не случилось он появляется там и становится настолько устойчивым что все вот эти вот вот эти вот внутренние мои желалки они они обретают право быть я говорю клиентам ну-ка 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 присмотрись присмотрись какая магия по сути ничего не изменилось так по большому счету все те же мысли фантазии образы картинки те же самые остались но они как будто обрели силу то есть получается интересная вещь все то что антидепрессанты нам возвращают дофаминчик гормон там серотонинчики нейромедиаторы там да кокситоцинчик эндорфины все то что они возвращают по сути вот те кто пробует представить они соглашаются что очень похоже что там сзади добавляется просто большая поддерживающая сильная фигура которая способна дать надежду на то что это случится там ну к давайте попробуем давайте с вами сейчас попробуем принять немножко виртуальных антидепрессантов закройте свои глаза закройте глаза и представьте ту ситуацию по которой я сказал где либо мир рухнет и вы останетесь на выжимом поле либо вы понимаете что ваш желание намерение ожидалки они не сбудутся давайте давайте попробуйте и представьте пожалуйста что у вас за спиной стали именно важные вам важны вам взрослые мамы или папы или оба положили вам обязательно руки на плечи почувствуйте тепло их рук сейчас может быть даже слегка приобняли и вот перед лицом той истории которую вы представили перед собой сейчас вы услышите это моим голосом но представьте как будто через мой голос они вам говорят очень простые вещи ты сможешь ты сможешь слушай в этом мире в этом мире полно радость в этом мире просто до хрена радости смелее смелее я здесь рядом у тебя все получится этому миру этим людям можно доверять иди твои ошибки это ничто это совершенно ничто по сравнению с тем что ты уже есть что ты уже шагаешь по этой планете ну смелее смелее тебя ждет интересное приключение в нем будет все самое разное но тебе будет весело смелее я здесь я здесь я рядом чуть-чуть подержите 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 это ощущение опытный специалист в этих словах распознает дофамин немножко окситоцинчика ну и так слегка припудрена эндорфин чиками мои слова сейчас были нейромедиаторами слова нейромедиаторы а вы напишите обязательно кстати в комментариях насколько вот словесные нейромедиаторы с вами сработали так вот когда кто-то принимает антидепрессанты фактически видит таблеток этот человек возвращает в свою жизнь того идеального родителя маму или папу или обоих которые я способны все мои голоса все мои желалки все мои стремления намерения дать им такую опору дать им такую увесистость дать им такую силу что я перестаю сомневаться вообще в них это это становится это это вообще не становится как это интересно внимание вообще тут не задерживать вот этот взрослый с помощью антидепрессанта становится на свое идеальное место начинает с вами жить позволяя вам если вы принимаете антидепрессант позволяя вам просто просто идти делать то чтобы вы хотели делать с этой жизнью давайте еще раз еще раз давайте я просто еще раз поговорю попробуйте закройте глаза закройте снова поставьте их пожалуйста может быть тех которых у вас не было поставьте родителей своих но попробуйте представить что вот они такие они такие идеальные и идеальные сейчас и вот эти слова они вам говорят может быть не говорили не смогли сами не умели это этих слов сказанных когда-то их родителями плевать сейчас возьмите и услышите именно от них через мой голос от них снова ты сможешь но сможешь может да сможешь сможешь давай уже иди там в этом мире для тебя столько нахрен радости столько вкусного давай иди смелее я здесь с тобой для тебя ряд давай давай все получится на там весело там интересно этому миру можно доверять доверять с этими людьми нужно делать интересные штуки твои ошибки будут до хрена будет разных но это все ничто по сравнению с тем фактом что ты топаешь ножками по этой планете идешь что-то делаешь это уже круто это уже хорошо смелее тебя ждет правда много интересного и теплое объятие теплое объятие и конечно если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации конечно же принимайте эти антидепрессанты но только помните что они могут поддержать вас пока вы сами не научились себе делать внутри вот этого взрослого ваши слова ваши мысли ваши хотелки ваши желалки имеют право обрести увесистость не только с помощью идеальных взрослых которых не было просто используйте антидепрессанты как форму обучения теперь вы знаете на что обратить внимание у вас получится вы интересны миру ну точно вас всегда поддержат сзади